Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее во вторую серию обзора новой версии Майнкрафт 1.10. Вчера вышла серия, ребята, где мы рассматривали первую часть этого обновления. Мы рассматривали новых мобов, изменения в старых мобов и также, ребята, новые яйца призыва различных мобов, ребята. И я вам пообещал, что если мы за один день сможем набрать 3000 лайков, то сегодня, ребята, я выпущу новую серию. И я, ребята, сдержал свое обещание. Сегодня, ребята, мы будем рассматривать вторую часть этого замечательного обновления, где сегодня мы будем рассматривать, что же изменилось в деревнях, ребята, что тут нового. Также мы будем рассматривать кучу новых блоков, которые я уже там приготовил. И также, ребята, напоследок у меня будет опять очень большой секрет для вас, который мы также сможем рассмотреть в следующей серии. И если на этой серии мы сможем набрать 3000 лайков, то я вам, ребята, обещаю то, что я завтра выпущу следующую серию, где мы будем рассматривать вот этот секрет. Я вам его покажу в конце серии, поэтому оставайтесь, ребята, а в следующей серии мы его подробно рассмотрим. Поэтому я, ребята, в вас верю, что мы сегодня сможем набрать 3000 лайков на вот этой серии. Это очень просто поставить один лайк, ребята. Если мы это сделаем, то я сразу же завтра выпущу еще одну серию с обзором этой, ребята, новой версии. Поэтому не ленитесь. Также, ребята, можете подписываться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг, можете сделать репост этого видео. Поделиться с своими друзьями, чтобы они знали, что же нового ожидает вас в Майнкрафте. И также, ребята, конечно же, оставить комментарии, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу нового Майнкрафта. И также, ребята, конечно же, на самые интересные комментарии я буду, конечно же, ребята, отвечать. А сейчас мы будем приступать, потому что, офигеть, это новое обновление, оно прям огромное. И как видите, у нас уходит три серии, чтобы его полностью рассмотреть Были мобы, сейчас блоки А в следующей серии, ребята, может будут, конечно же Секрет, я не скажу, что это, это секрет Поэтому он не секрет, я вам скажу в конце серии Давайте быстренько рассмотрим, что изменилось в деревнях Сейчас, ребята, деревни могут спауниться в саванне Я не знаю, спаунились ли они раньше Офигенный спаун, я не знаю, что тут произошло, но что-то странное Они сейчас могут спауниться в саванне, как видите, деревни в саванне Будут выглядеть по-своему, они будут состоять с этих блоков Как они называются? Они, ребята, называются акация То есть сейчас в деревне в саванне будут иметь свой тип Полностью состоять из блоков Также, ребята, вот вам отличный пример Это взято с Pocket Edition Если деревня заспается на воде, то автоматически будет проложена дорожка отсюда Ну, в принципе, дорожка на воде, чтобы было намного проще передвигаться по этой самой деревне Это, ребята, все взято с Pocket Edition И также сейчас, ребята, в деревнях будет заменена трава То есть она уже не будет состоять из гравия А сейчас будет дорожка специальной травы Она также была уже давно в Pocket Edition Но сейчас, ребята, это все добавили в обычный Minecraft И, как видите, это уже, можно сказать, новый блок Потому что, ребята, это специальный блок травы Так и называется, не знаю, травяная дорожка Можно даже, ребята, и так сказать Это новая трава, и можно сказать даже новый блок Поэтому, ребята, это круто И, в принципе, это все изменения, которые были связаны с деревнями Но сейчас, ребята, самое главное И давайте мы приступим из самого маленького, что произошло До самого большого И в конце, ребята, как я уже сказал, будет секрет Первое изменение У блоков, которые могут упасть в любой момент Гравий, наковальня Красный песок И также обычный песок Я специальным способом их поместил в воздух Вы так, в принципе, в обычном Minecraft не сможете сделать Если вы его так сделаете, да То песок, конечно же, будет падать Но сейчас, ребята, я их специально так поместил, чтобы вам показать У песка будет своя анимация У красного песка будет своя анимация У наковальни будет своя И у гравия, ребята, также будет своя Это означает то, что Если с этими блоками что-то изменится Произойдет какое-то небольшое изменение То они упадут Допустим Если мы сломаем красный песок То обычный песок тоже упадет Потому что возле него произошло какое-то изменение Давайте, ребята, мы посмотрим Я убрал этот песок Но этот песок также упал Если я добавлю сюда какой-то любой блок Да, пофиг, давайте добавим вот этот песок Если я добавлю песок вот сюда к гравию То все три блока упадут Потому что возле этих блоков произошло какое-то изменение А именно, я к ним добавил новый блок Поэтому, ребята, как видите, сейчас будут действительно новые изменения И сейчас в пустыне вы можете это даже заметить Допустим, где-то вот тут вы зайдете в шахту И как видите, в шахте вы можете заметить кучу вот этих различных частиц Вот этих анимаций Вот этого сыпающегося песка Или падающего песка, ребята Называйте, как это угодно Но сам факт есть факт И это изменение меня очень даже порадовало Потому что это прикольно Выглядит это, ребята, очень даже прикольно Но мы приступаем к следующему блоку Который мы уже рассматривали в предыдущей серии И, кстати, ребята, предыдущая серия была посвящена Не могу выговорить слово Мобам в Майнкрафте Если вы хотите, то прямо вот сейчас на экране есть ссылочка на вот это видео Можете зайти, посмотрите его, ребята Потому что мы там рассматривали новых мобов Которые были добавлены в Майнкрафт Вы можете, ребята, зайти, посмотреть Если вы еще не видели вчерашнюю серию Там также было очень, ребята, интересно Что за новый блок? Это блок, ребята, костяной блок Как вы видите? Как он крафтится? Он крафтится с помощью, ну, девяти костной муки То есть, если мы возьмем девять костной муки Как вы видите, ребята То у нас крафтится блок с костей Это, ребята, не моды Это не команды Это реально новая версия Майнкрафта Кто думает, что я врун То, что я обманываю своих подписчиков У кого есть инстинкционная версия Майнкрафта Вы в любой момент можете зайти в последние версии Включить показ снэпшотов И зайти на самый последний снэпшот И посмотреть, что это действительно присутствует все в настоящем Майнкрафте Чтобы вы не подумали, ребята То, что я вас обманываю А как у пиратка, ребят Я не знаю, честно Будет ли это у вас работать или нет Но, как видите, новый блок, ребята С костей Вы можете поставить в любом направлении Он может смотреть вот сюда Может смотреть вверх И может смотреть по сторонам В принципе, это будет круто для строительства Вы также можете скрафтить вот этот блок Чтобы сэкономить, допустим, свои Сэкономить место в сундуках Чтобы превратить это все в блоки костей А также, ребята Эти блоки вы сами можете найти в пустынях И это очень даже круто Знаете почему? Потому что вы сейчас будете еще больше путешествовать в пустыне Для того, чтобы искать блоки с костей Превращать в костную муку И, конечно же, ребята Развивать свои фермы еще намного быстрее Я специально включу сейчас Spectator Mode Чтобы я для вас сам сейчас показал Ну, допустим, где-то тут Если мы, конечно, сможем найти вот эти остатки гигантов Или динозавров, ребята Это все же остается загадкой самого Майнкрафта Потому что сейчас в пустыне вы можете найти вот эти блоки костей Как будто это действительно какие-то остатки Остатки, я не знаю, действительно или динозавров Или, не знаю, может каких-то гигантов Но, ребята, это что-то в этом роде Как видите, сейчас, ребята, я нашел это все в земле Вот это, видите? Это действительно остатки Но они не заспавлились в пещере Они заспавлились фиг его знает где Я попробую сейчас найти в пещере, ребята Если у меня это, конечно, получится Нам нужно искать только под биомом пустыней Потому что вот эти остатки спамятся только вот тут Под другими биомами вы не сможете это найти Поэтому, ребята, вам нужно быть действительно внимательным Вот, я нашел Вот, смотрите, ребята Я нашел вот тут Как видите, тут мы это не сможем заметить Но если мы сюда залетим То вы можете заметить, что тут действительно вот эти блоки с костей Вот, ребята, я могу даже вот сюда полететь Вот тут сломать какие-то Ай, вот тут блоки Как видите, я это удалю Да, это блоки с костей В принципе, ребята, все очень даже круто И они спарятся, ребята, в обычном мире Как я вам сейчас, ребята, показываю Все, это изменения мы посмотрели Сейчас мы будем, ребята, приступать к следующему изменению А следующее изменение у нас уже будет в аду Тут у нас, ребята, секретик Я вам не покажу пока что, что там такое А мы, в принципе, давайте быстренько переместимся в ад И я вам покажу новые изменения с блоками Которые были связаны с адом Как видите, ребята, я уже тут для вас все приготовил Первый блок это... Ну... О, там звуки Ребята, первый блок, как вы видите, это блок бородавок Можно и так, ребята, сказать Как он крафтится? 9 бородавок, да? Вот сюда Давайте мы возьмем И у нас крафтится вот такой красненький, красивенький блок То есть, с помощью 9 вот этого адского нароста Вы сможете скрафтить 1 блок адского нароста Выглядит, ребята, он вот так А что требуется для того, чтобы его сломать? Вы его можете сломать, ребята, обычной рукой То есть, если вы будете его просто ломать, то он выпадет А если вы будете ломать обычные другие блоки, конечно, вам понадобится кирка Если вы даже сломаете рукой, то этот блок не выпадет Но адский народ нароста может выпасть И это, ребята, в принципе, очень даже круто Дайте я выключу вот это, чтобы нам тут не шумели Это, ребята, круто, да И, в принципе, все, что вам нужно Это просто растить бородавочки И потом крафтить вот этот блок И просто их коллекционировать Ну, или просто стакать их, чтобы стакать Чтобы просто сохранять место в вашем инвентаре Ну, это, если честно, отличное дополнение Следующий блок, ребята, это красный кирпич сада То есть, мы все прекрасно знаем Если мы зажарим вот этот блок в печке Вот на зерак, да То он превратится, ребята, в кирпич То есть, адский кирпич С помощью четырех вот таких адских кирпичей Мы сможем скрафтить вот такой адский кирпич Давайте мы, ребята, попробуем Вот, как видите, крафтится действительно вот такой Как он выглядит? Он выглядит, ну, немного так темновато, красновато, коричновато, да А сейчас, ребята, был добавлен новый адский кирпич И, в принципе, действительно внесет большое изменение в Майнкрафте Потому что сейчас у вас на один блок больше фантазии С помощью которого вы можете построить свой дом Как крафтится вот этот блок Нам также обычно пригодится незерак Мы делаем кирпичи Но сейчас, ребята, мы ставим только два кирпича И противоположно им мы ставим, ребята, бородавки То есть, что я хочу вам сказать Ставим вот так два кирпича И ставим вот так бородавки И у нас получается красный адский кирпич Какие изменения, ребята? Вы, в принципе, видите Это старый кирпич, это новый кирпич Просто поменялся цвет Красный новый блок Которых в Майнкрафте мне кажется не так уж и много Ну, шерсть Хотя, в принципе, достаточно их так Поэтому, но все же, ребята Это новый адский кирпич И он, в принципе, очень даже прикольный И мы приступаем, ребяток, еще к одному блоку Что это за блок? Это магма-блок Мне он самому больше нравится Потому что, ребята, он очень прикольный Как он крафтится? Он крафтится с помощью четырех магм Если мы возьмем вот так четыре магмы То, как вы видите, у нас действительно крафтится магма-блок В первую очередь я хочу заметить то, что он действительно очень красивый Смотрите на его анимацию Если вы, допустим, поставите его на полу в вашей ванне Или в вашем доме Или просто на стены Поставите, чтобы стены отлично и красиво выглядели Мне кажется, это будет действительно красивым украшением Потому что он даже анимирован Это, ребята, очень даже прикольно Но! Сейчас для вас будет еще больше опасности путешествовать в аду Почему? И также, ребята, вы должны быть осторожным с этим блоком Потому что, ну, он наносит вам урон Если мы по нему будем пробегаться То, как видите, он наносит урон Потому что это же все же магма Если лава вам тоже носит урон И вы, в принципе, можете с нее выбраться А если нет, то она вас, конечно же, ребята, убьет То на этом, на магма-блоке вы можете пробегаться Но он вам будет наносить урончик Да, ребята Но! Чтобы он вам не наносил урон Вам нужно идти на шивке Если вот, смотри, ребята, я иду прямо Он наносит мне урон Если я зайду сюда на шивке То он мне урона не будет наносить Поэтому, ребята, это будет даже отличное дополнение в Майнкрафте Чтобы делать, допустим, какие-то карты Если автор карты захочет, чтобы мы там пошли очень медленно То по этим блокам мы сможем идти только на шивке Вот так, ребята, зажавшись И это круто, ребята Это очень даже круто Но! Знаете, что я вам еще забыл показать? Я вам забыл показать вот этот блок, который мы крафтим с помощью бородавок А что я вспомнил? Одну фишку Какие у него особенности? При любом соприкосновении с водой или лавой Допустим, вот я вам покажу Он будет уничтожаться То есть, если вы скрафтили блок бородавок адского нароста Вам нужно его держать как можно дальше от лавы Или, ребята, от воды Потому что, как видите, как только он прикасается к лаве или к воде Он сразу же уничтожается Это единственный блок, который вот так делает Если мы, допустим, добавим Да любой блок, любой другой блок мы добавим То он не будет сгорать При прикосновении с лавой или водой А вот этот блок, ребята, будет Поэтому также будьте осторожны Если вы, допустим, будете его располагать у себя дома Да, ребята А сейчас еще покажем вам особенности Покажу вам особенности Вот этого, ребята, нового блока Которого называется магма В принципе, тут мы все уже рассмотрели И давайте мы будем возвращаться домой И я вам, ребята, еще покажу две особенности Вот этого блока Какая его первая особенность? Если он будет находиться в обычном мире И вокруг него будет, допустим, вода Давайте я специально залью сюда воду Как видите, у нас тут стоит вода Да? Мы просто ее сюда поставили Вокруг этой воды находится вот этот магмоблок Вот Вокруг И также, ребята, под этой водой Как видите Со всех сторон И эту нашу воду Окружает Окружает вот эти блоки магмы, ребята Спустя какое-то время Допустим Я честно не знаю Честно не знаю Может 20 секунд Может 30 секунд Эта вода Просто-напросто Испарится Она действительно испарится Потому что ее окружают частицы магмы А точнее магмоблоки Которые просто-напросто влияют на эту воду И со временем они ее испарят Я не знаю, сколько времени это займет Может прямо сейчас на глазах у нас это произойдет А может через минут, я не знаю, 5 Или может больше, ребята Но это сам факт Но В чем еще фишка, ребята? В чем еще фишка? Мы сюда еще вернемся Я надеюсь, что это все же произойдет Мы сюда еще, ребята, вернемся Вот Что я хотел вам сказать А как только будет у нас дождь Допустим Давайте включим дождь Weather Rain, да? Если магмоблок будет находиться в обычном мире То как только на эти блоки будет падать дождь То с этих блоков будет вот такой эффект Будет вылезать вот такой эффект Эффект дыма Можно, ребята, и так сказать В принципе, это небольшое изменение Но все же это будет прикольно Как будто дождь тушит вот эти магмоблоки, ребята Это очень даже круто Сейчас давайте нафиг Выключим этот дождь Чтобы он нам просто-напросто Не парил мозги И это, в принципе, мне кажется, ребята Все, что я хотел вам показать С нового изменения В предыдущей серии мы рассматривали блоки В этой серии... Нет, в предыдущей серии, наоборот Мы рассматривали мобов А в этой серии, ребята Мы рассматриваем блоки В следующей серии, знаете, что мы рассмотрим? Это что-то нереальное, честно Это в какой-то степени Можно назвать командными блоками Новыми командными блоками А с другой стороны, это можно назвать Глобальным изменением в Майнкрафте Все мы знаем, кто играл на серверах Майнкрафта Вы можете приватить вашу территорию Для админов этих серверов Вы можете копировать территорию Вставлять ее в другую куда-то территорию То есть вы можете зайти, скопировать какой-то огромный дом И вставить его в другом месте Сейчас, ребята Вы это все можете делать в Майнкрафте В обычном ванильном Майнкрафте Вот, ребята, самый большой секрет Этого нового обновления Вы можете найти вот тут Это 4 новых блока Это просто офигеть С помощью дата блока Вы можете копировать сундуки Если мы, допустим, поставим сундук В него напихаем кучу-кучу-кучу вещей С помощью этого блока Мы сможем скопировать этот сундук С помощью кучи вещей, которые тут в нем будут И, допустим, пойти куда-то на 10 тысяч блоков Куда-то вперед И переместить этот сундук туда А точнее его копировать Дюпнуть Можно сказать вот так А следующий блок Это, ребята У нас блок копирования Допустим, вы построили гигантский нафиг замок Вы его строили месяц С помощью этого блока Вы его можете сохранить А с помощью этого блока Вы его можете загрузить Допустим, вы построили гигантский дом Или какой-то мегаполис нафиг Нью-Йорк С помощью этого блока Вы скопировали вот эти миллионы блоков А с помощью этого блока Вы вставили эти миллионы блоков Где-то в другом биоме Или в другом конце меры Майнкрафта Офигеть просто Это просто офигеть А с этого блока Вы можете выделять вот эту всю территорию Которую вы хотите скопировать Кто играл на серверах Тот прекрасно знает Потому что с помощью топорика Вы можете выделять территорию Которую вы хотите запревать И чтобы ваш дом не загрифили Сейчас вы также можете выделить территорию Которую вы хотите скопировать Сохранить И потом ставить в другом месте С помощью вот этих блоков, ребята, они называются Структурблок, давайте я даже их сейчас Себе выдам, чтобы все знали, как их Выдавать, вот так, ребята, структурблок Блок с помощью вот такой команды Вот так, ребята, вот этот блок Мы тут можем менять его, вот на вот эти Все новые блоки, да, допустим На все другие, как видите, у каждого блока Есть своя Своя картинка, чтобы вы поняли С помощью вот этого блока я за Две секунды могу скопировать вот эту всю Деревню, сохранить ее Тепехнуться куда-то вот туда Посередину джунглей и Вставить вот эту деревню отсюда Вот туда посередину джунглей Просто-напросто ее клонировать Это новые блоки, если, ребята, вы хотите Чтобы я создал еще одну серию, сделал Еще одну серию завтра, где я подробно Буду вам показывать, как с помощью вот этих блоков Вообще управлять всем миром Майнкрафт Как вы можете копировать все биомы Как вы можете вообще копировать нереально огромные Постройки, сохранять их и вставлять В другом месте, ребята, я для вас Это сделаю Ребята, на этом эту серию мы будем заканчивать Это был секрет, я, если честно, очень удивлен Вот этим блогом, потому что это просто офигеть Честное слово, ребята, я буду очень сильно рад Если вы влепите большущий палец вверх Я вам обещаю, ребята, если мы наберем 3000 лайков, а я верю, ребята, что мои подписчики смогут набрать сегодня 3000 лайков Ребята, пожалуйста, это очень просто, чтобы поставить 1 лайк Если мы дружно соберемся, все поставим лайк, наберем 3000 лайков То я завтра же выпущу еще одну серию обзора новой версии Майнкрафт Где мы будем рассматривать вот этот, ребята, секрет И вот эти секретные блоки Потому что это офигеть как круто Поставьте, ребята, пожалуйста, лайк Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня Как друг, ребята, отступайте в нашу большую дружбу с 7 подписчиков Также делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы все узнали, что же новым будет в новой версии Майнкрафта Также можете сделать репост у себя на странице ВКонтакте Чтобы также больше людей увидело И, конечно же, ребята, оставлять свои комментарии Мне интересно знать, что вы думаете о этой новой версии Майнкрафта Положительно ли вы к ней относитесь или нет? Я не знаю, ребята Напишите, что вам нравится, что вам не нравится И также на самые интересные комментарии я, конечно же, ребята, буду отвечать Всем спасибо за просмотр Большое вам спасибо, ребята Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день И я каждый день вас буду ждать на моем канале Я всегда рад вас, ребята, тут видеть Я вам скажу еще раз большое спасибо за просмотр Всем удачи, ребята, и всем пока